В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о сатане и его присутствии в тяжелом металле. Музыка тяжелого металла, что это, с чем ее едят, мне расскажет об этом мой коллега Данила. Ну че, друзья мои, слава хэви металу! Сегодня у нас очень классный выпуск и, как вы видите, я принарядился. Блин, у меня отвалился мой браслет. Ну ладно, это будет, это я думаю, нормально. Моего сейчас вот так вот, вот так вот. Во. Че говорите? Давайте первым делом мы придумаем вам хорошее имя. Как вас звать? Для начала мне нужно выбрать жанр. В каком жанре я играю? Смотрите, вот у меня вот здесь вот написано на футболочке. Лакримоза, я видел. Что Гойтиас? Лакримоза написано, да? Лакримоза написано, да. Вообще, это готик метал. Это готический метал, поэтому я должен вести себя так очень грустно. Давайте сделаем коротко обзор того, что покрывает вообще музыка металла, зачем она нужна, кто ее придумал, кто ее слушает. И есть ли в ней какая-нибудь энергия. Поехали. Да, в общем, друзья мои. Ну, а если без шуток, то сегодня действительно очень интересный выпуск. Он связан с металл-группами. Очень большое количество фанатов металла по всему миру. И очень многие люди, они боятся металла, они боятся какие-то, да, вот эти тяжелые группы. Они думают, что это все адский ад. Хотя, я скажу просто по своему опыту, вот в этой футболке, если, опять же, да, без сарказма, без шуток, ей порядка уже, наверное, 15 лет. И в своей молодости, в своей юности я любил металл. Да, в принципе, и на сегодняшний день я тоже иногда включаю металл. И я скажу вам, что там не все так просто. Вот сегодня вместе с Эстом мы будем разбираться, а вообще есть ли действительно плохая негативная энергия в металле. Эст, а вот как вы думаете, вообще можно определить негатив в музыке, если он есть, какой-то эгрегор? Негатив нет, можно определить частоту колебаний. То есть, в музыке есть своя вибрация. Есть высокие вибрации, есть низкие. Все мы помним, что высокие вибрации соответствуют определенным чувствам, низкие вибрации соответствуют другим чувствам. Вспоминаем. Высокие вибрации – это любовь, преданность, это какие-то добрые эмоции. Низкие вибрации – это смерть, это гнев, это ненависть. Но в тяжелом металле частенько эмоции меняются. То есть, меняются колебания от низких к высоким вибрациям. Это довольно известная тема, потому не стоит приравнивать металл к какой-то оклонению сатане и низким вибрациям. Поэтому это все чепуха. И мы сегодня разберемся более подробно, почему это так происходит. Друзья мои, и на сегодняшний день я подобрал три металлические группы. В металле полно жанров. Есть готик-метал, есть там дум-метал, есть какой-то там бит-рока. Но мы в основном сегодня будем говорить о металле как самом экстремальном, самом вот таком жестком стиле. И я дам Эрнсту сегодня три видео, трех групп. Я не буду рассказывать ничего про них, кто они, как они себя позиционируют. Мы смотрим только с позиции энергии. Чистый эксперимент. Эрнст, а вот если группа реально затягивает эгрегор какой-то нехороший, прям вот реально прям вот проводит эту энергию, это будет видно? Ну, почувствую. Я, наверное, почувствую. Возможно. Но вы не в курсе, да? Как бы вы не очень знакомы с темой металла. Для вас это такая немножко новая ниша. Я скажу вам, что в металле я вообще полный профан. Я помню в молодости у меня была одна футболка с наклейкой Iron Maiden. Это все, что я знаю про металл. Я его никогда не слушал, не слушаю. И вряд ли буду слушать. Ну, по сути, потому что я все-таки сторонник классической музыки. Для меня классика более родная. То есть я когда слушаю классику, я наслаждаюсь ей металл. Мне почему-то от металла начинает очень быстро болеть голова. Хотя есть определенные вещи. Вот если вы говорите про лакримозу, в ней все более-менее гармонично. Но вот то, что там, где количество, там, где бит превышает, например, там 100-200 ударов в минуту, это уже для меня немножечко too much. Поэтому я все-таки более привержен из классической музыки. Ну, или какой-то такой легкой попсы. А, слушайте, вы знаете эту группу? Да, конечно, я же знаю. Но я долгое время жил в Швейцарии. Это же... Они же поют все на немецком. Ну да, да. Это одна из самых известных швейцарских готик металл групп. То есть вы в курсе, да, кто? Конечно, конечно. Ну, серьезно, конечно же. Я, честно, я знаю лакримозу. Ну, не лично знаю, но я слушал ее песни, слышал их. Какие там у них там песни? Там что-то фундамент у них есть какая-то песня. Потом у них там есть песня... Интересная такая. Einzamm gemeinsam, по-моему. Что-то у них еще есть. Пару хороших песен у них есть, но я, опять-таки, я не предавался. Они некоторое время, ну, пару. Лет назад они были даже, по-моему, в каких-то чартах и шли по телевидению. То есть они не такие, скажем так, полностью андеграунд. То есть лакримоза, по крайней мере, в свое время была довольно-таки популярной. Слушайте, вы сейчас реально такой заход сделали со стороны Швейцарии, потому что, ну, это действительно, да, это швейцарская... Ну, австрийская, а неформально они австрийская группа, насколько я помню. И фронтмен Тила Вульф... Вы видели Тила Вульфа когда-то? Я, по-моему, мне кажется, я их видел. Они такие не очень эпатажные на вид, мне кажется, да. Они такие с длинными волосами, но не взъерошенными, а более такие у них спокойные прически. По-моему, я их видел. В общем, друзья мои, мы переходим к основной части. Мы так немножко, да, с Эрстом поболтали, обсудили металлические жанры отдельной группы. И мы переходим к сегодняшнему разбору. Три группы — это гораздо более жесткие вещи, чем лакримоза. Мы будем искать сатану, искать демонизм, искать какие-то странные энергии. Эрст, вы готовы? Да, так вы знаете, я даже, наверное, не буду смотреть, я буду лучше слушать, потому что, когда смотришь, все-таки картинка немного перебивает энергетику аудиальную. Эрст, я с вами не соглашусь, потому что в металле очень важен визуал, как вы уже видите. Нужно смотреть, да, да без вопросов, буду смотреть. Я потратил кучу времени на то, чтобы нацепить на себя вот это. Я скажу вам честно, это дико неудобно, меня щиплят глаза, мне неудобно вращать рукой, но, как бы, да, все для вас, для наших зрителей. Хорошо, без вопросов, пожалуйста. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вы знаете, только дурак не меняет свое мнение по жизни. Я вот только что посмотрел первое видео Arch Enemy и я скажу, что в нем нет абсолютно никакого негатива. Поет ведь тут девушка, да, Нила? Да, поет девушка, да. С уникальным вокалом, с уникальными вокальными данными. Энергия потрясающая, энергия прет. Причем вот этот вот бит, который, или как это можно назвать, не бит, а темп, темп, он никаким образом не сводится к негативным вибрациям. То есть наоборот, если вы не будете сидеть, скажем, и слушать такую музыку 10 часов, то прослушая одну-две песни, она вас наоборот может мотивировать. То есть она даже может поднять вашу энергию и вашу мотивацию к работе. Конечно же, если вы будете сидеть и слушать концерт 10 часов, вам заболит голова. Но даже если вы будете кушать самые полезные блюда 10 часов к ряду, вам тоже станет плохо. Поэтому в этой музыке я не вижу ничего негативного, скорее наоборот. И если бы я поставил оценку от 1 до 10, то моя оценка была бы 10. 10 баллов. Шикарная музыка, очень хороший вокал, учитывая, что это поет девушка. И все гармонично, да, более быстрый темп, но он никаким образом не сказывается на негативных вибрациях. То есть низких вибраций здесь нет. Я добавлю от себя, что группа Arch Enemy, да, прошу прощения за мой английский, это одна из самых профессиональных групп в жанре. А в металле, как в принципе в любом жанре, все думают, что это вот так вот просто взять и вот так вот хрипеть, да. Это отнюдь не просто. И эта группа, она считается одной из самых профессиональных. И эта вокалистка, она считается, опять же, одной из самых профессиональных в женском гроуле. Этот жанр, как бы этот стиль пения, он называется гроул, этому учится. Это особое расщепление связок. Вы должны, как бы, да, особым образом расщепляя свои связки, издавать вот эти вот звуки, не напрягаясь при этом. То есть они вот так, они могут петь часами. И это действительно, это то, чему учат, и это довольно сложно. Это нужно несколько лет. Есть прям преподаватели по гроул, вокалу, которые обучают вот такой вот стиль пения. А вы можете так, Данила, или нет? Нет, к сожалению, я так не могу. А давайте попробуем. Нет, я не буду пробовать. Нет, я, я, вы же видите, тут что-то написано, да? Это готическая группа. Я могу только сидеть с унылым видом в углу и все. Петь так, как вот эти вот ребята. Это реально, это профессия, это нужно посвятить этому всю жизнь. Это очень сложно, это очень, ну, реально сложно. Кстати, это байкерская группа, они везде позиционируют себя, как бы вот такие, да, у них везде вот эти мотоциклы, шлемы. То есть это действительно, Эрнст, он абсолютно не в курсе, как вы уже поняли, не в этой теме. Но Эрнст считал правильно, это действительно вот такая вот мотивационная музыка. Под эту музыку можно сесть на какой-нибудь Харлей и нестись по автобану, да, в этих шлемах, с какими-нибудь рогами, с какими-то там черепами. То есть это вот такая вот группа, она хорошо идет как мотивация, как движение вперед. И я скажу тоже со своей стороны. У меня не очень настолько глубокие навыки считывания, но я тоже абсолютно ничего плохого в этой группе не ощущаю. Это довольно такая бодрая, позитивная музыка, я тоже иногда ее в машине включаю. Совершенно согласен, как я уже сказал, только дурак не меняет свое мнение. И до этого момента я, если честно, не вникал в тяжелый металл, но послушая его, я теперь четко знаю, что я буду слушать далее эту музыку, потому что мне она понравилась. Отлично, друзья мои, мы продолжаем. Вторая группа, более жесткая. Так, внимание, слушаем второе видео, смотрим, слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Там, Данила, это шпеты, да? Там, здесь. Я понял, что это застает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но, знаете, вот такого вот негатива Данила или какой-то низкой вибрации Направленной на разрушение Я не вижу. Эту энергию можно направить В очень хорошее русло И можно ей довольно-таки Укрепить наше состояние Укрепить наше намерение, мысли Поэтому, как я уже сказал раньше Только дурак ничего не меняет в своей жизни И я вот сейчас слушаю Я понимаю, что я к своим почти 50 годам Довольно много потерял Не слушая такую музыку Как-то вот она прошла мимо меня Я считал, что это неправильно Но сейчас я понимаю благодаря Даниле Что это довольно сильная и хорошая музыка И теперь обещаю, что я буду ее иногда слушать Но, опять-таки, все вперемешка И всего понемногу Нет, вы знаете, вот это вот их облачение В котором они там пытаются выглядеть Как шаманы, какие-то черепа На самом деле, оно не имеет связи Вот с чем-то таким очень глубоким С очень, знаете Есть разные уровни жизни Есть уровни камней То есть, которые несет в себе только лишь смерть, разрушение Вот этого нету в них Они все-таки имеют какую-то энергию жизни Она чем-то, возможно, все-таки немножечко Отличается от той энергии света Которой мы привыкли Но, тем не менее, это довольно сильная И не скажу, что она плохая, эта энергия Я соглашусь, на самом деле, с вами Потому что, во-первых, вот единственное я хотел вставить Это английский язык Но поют они настолько, опять же, это вот тоже гроул Это все жанр гроул, но именно в плане своего пения Но это уже мужской гроул Он настолько такой, да, путанный Что там можно с любым языком его перепеть А, я, наверное, просто Почему я воспринял его как норвежский? Потому что он разговаривал на каком-то языке Очень похожем на древнегерманский Или на какие-то скандинавские языки Поэтому я почему-то подумал, что и вся песня То есть там, в принципе, различить слова довольно сложно И меня, видимо, сиритировало немножечко Вот это его вступление, в котором он разговаривал На, как мне Данила подсказал, на норвеж Норвежский думает, может быть какой-то шведский, норвежский Какой-то смешанный диалектик Кстати, я сейчас уже не помню, на каком он говорил Но группа, да, группа это норвежская группа Это одна из самых известных black metal групп Это тоже такое поднаправление Кстати, предыдущая группа Арченами Это была death metal группа А это black metal группа А в чем разница? Black, он более мистичный В нем больше рун В нем больше какой-то вот такой вот эзотерики И вообще во всем металле есть эзотерика Она довольно темная Эзотерика, довольно темные направления Больше близкая, скорее, к какому-то колдунству или к магии Чем к такому, как бы там, к йоге или к чему-то еще Но мистики, оккультизма в black metal И вообще в metal навалом, на самом деле Каждая вторая группа, она увлекается чем-то вот схожим Скорее всего, входит в какие-то там организации Но это больше по вашей части Вот И Death metal, он Это просто быстрый, скоростной, энергичный металл Который характеризуется определенной скоростью, определенным напором Вот звук, он как бы вот так вот вдавливается у вас А в blackе там больше симфонические элементы Больше вот такие вот элементы Мистики, какого-то такого загадочного Такого немножко мрачного Ну вот как-то так Но опять же, да, жанры часто пересекаются Одна группа может играть в этом жанре Потом немножко пересечь в этот жанр И так далее Ну а так в целом, да, у каждого жанра в металле есть какие-то свои оттенки Возвращаясь к текущей, ну к данной группе Как их на России прозвали Дима Боргер Вот это Дима Боргер или Бургер Они интересны тем, что действительно за ними не чувствуется никакой вот такой вот реально тяжелой энергии Какого-то мрачного эгрегора Какого-то по-настоящему, не знаю, сутанистского эгрегора, если можно использовать этот термин Они достаточно безобидные В них я абсолютно не чувствую ни энергии разрушения, ни энергии смерти Но они настолько эпатажные Что я с помощью этой группы Я иногда тестировал своих знакомых Которые говорили, что они очень хорошо чувствуют что-то Я им кидал это видео и говорил, что вы там ощущаете И мне прислали абсолютно-абсолютно разные версии Но самое распространенное это было, что это все Это конец жизни, это смерть, это разрушение, это хаос Ничего подобного Лушать эту музыку, вы умрете в страшных муках Как бы вот это вот И действительно это было очень весело Потому что тут видно, что ребята больше устраивают некий театр То есть там нету вот именно подлинной серьезности и трансляции Какой-то очень тяжелой негативной энергии Там да, там есть заход в определенные эгрегоры Но это не какие-то разрушительные эгрегоры Это скорее даже какие-то ближе к историческим эгрегорам Чем к эгрегорам оккультизма или магии Чем к сатанизму, к примеру Как вы считаете? Совершенно с вами согласен Ну что ж, Данила, переходим к третьему видео Мне просто уже интересно Что же у нас будет на закуску? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ладно, хорошо, скажу свое мнение Ну в этой песне, точнее в этой музыке В их стиле все-таки есть небольшая затяжка Из загробного мира Здесь я все-таки ощущаю какую-то более темную энергию И даже вот в их словах, которые я тоже не вслушивался Если бы я не посмотрел клип, то я почувствовал бы то же самое В них есть некая привязка вот к темному миру К миру смерти, к миру загробному Через который, в принципе, если слушать долго Можно затянуть какую-то низкую сущность Которая может немножечко подсосать вашу энергию Поэтому в этом плане я бы, конечно, все-таки Не рекомендовал бы ее слушать часто Как, конечно, в плане какого-то ликбеза Или в плане общего развития кругозора Возможно ее послушать Но если вы будете слушать часто такую вот именно эту музыку Или подобную Я не знаю, или эта группа поет абсолютно все песни подобные Но в этой музыке есть некая затяжка темного в наш мир Но опять-таки мы не смеем утверждать, что это плохо или хорошо Каждый выполняет свою миссию на этой земле Вот они просто это делают так И мне она не нравится То есть вот эта музыка меня неким образом немного отпугнула И поскольку я могу видеть энергию в ней Темной энергии, низкие вибрации Которые могут ухудшить мое самочувствие Могут ухудшить мое мышление Поэтому для меня эта музыка в принципе no-go Но кому-то она тоже нравится Кто этот человек должен быть, кому она нравится Ну, наверное, кто имеет некую подпитку из того мира Все-таки, которые, знаете, более такие готы Которые все-таки пытаются каким-то образом себя связывать с миром мертвых Или вот как-то так Поэтому для нормального человека она будет довольно сложная И может потянуть на него не слабую энергию Эрст, я на самом деле очень ждал ваш анализ именно последней группы И перед тем, как я расскажу, что это за группа И почему вы настолько правы Сделайте, пожалуйста, одолжение Посмотрите инстаграм солиста данной группы На предмет его энергетики Вы сможете сейчас это сделать? Если вы мне скинете Я просто сейчас не залогинен Но я думаю, что я смогу Есть ли вы инстаграм где-то в ютубе? Ну, я думаю, что он, скорее всего, какой-то сатанист Я так понимаю Ну, давайте Буквально там пару Ну да, видно, что энергия все-таки немножечко такая низкая по вибрациям И человек, он сам, можно даже сказать, немного энергетический вампир Но он тянет энергию не только по горизонтали А также тянет энергию немножечко и по вертикали, в основном, снизу Адам Нергальдарский Я так понимаю, что он поляк какой-то, да? Ну, увидел, да, тоже Человек немножечко такой, вампирического склада Поэтому Возможно, поэтому такая музыка, которая тянет из вас энергию Немного Эрст, это шикарный обзор на самом деле Потому что мне было интересно Отчасти этим выпуском Не зря я красился, видимо Этим выпуском я ставил эксперимент Можно ли, не зная вообще ничего про жанры, про музыку Попробовать вот в чистую считать энергию и считать правильно Сто из ста, абсолютно Абсолютно сто из ста Я переслушал массу групп, но вот последнюю группу, которую вы сейчас услышали Кусочком Группа Бегемот Это польская группа Да, и я ее не могу слушать То есть я много что могу слушать Там, к примеру, да, Дима Борге Это же самый отлично, хороший, нормальный Ну, как понять, хороший, да? Ее можно слушать, эту музыку Хотя бы иногда можно слушать Бегемот Бегемот, он реально пугает И это одна из немногих групп по-настоящему темной сцены То есть как бы вот это вот все Оно все называется dark scene То есть как бы такая, да, темная сцена Но вот Бегемот, это прям совсем темная сцена Солист, откровенный сатанист Он это не скрывает Он оккультист Оккультист И сатанист То есть и он У него четкая такая четкая, последовательная Оправдание Почему церковь это плохо Почему В основном он против именно христианства выступает То есть прям вот такой вот реально борец против христианства То есть он очень идейный Он кучу символов делает Вот таких именно классических сатанистских в своих клипах Он транслирует реально энергию специфическую очень На мой взгляд, Эрст, у него есть какие-то способности Нет, как вот на ваш взгляд Или какие-то У него есть способности Есть Он довольно-таки сильно умеет подцепливаться к эгрегорам По своему желанию И он целенаправленно может заниматься вампиризмом Если бы такого человека в правильное русло У него были бы ситхи довольно сильные Особенно в плане влияния на сознание людей Такие как внушение, гипноз И плюс легкие ситхи Ну что-то такое, знаете, элементарное В принципе, я думаю, телекинез бы у него тоже получился Он очень сильный практик Он умеет тянуть энергию как по горизонтали То есть целенаправленный вампир Так и изнизу То есть из мира теней, из мира мертвых, из мира камней И это довольно сильная техника Которую он, в принципе, применяет в жизни Я думаю, что если бы такого человека направить в нужное русло Ну, конечно, без использования чакр Такой человек никогда в жизни не придет к энергии чакр Но у них есть своя подпитка Они питаются своей энергией Я думаю, что у него получились бы довольно быстрые определенные ситхи Такие как влияние Такие как внушение Ну и простые какие-то такие ситхи для показательных вещей То есть как телекинез, пирокинез Я думаю, что пирокинез у него получился бы быстрее даже, чем телекинез Эрст, ну слушайте Это супер, это классный результат И я вообще очень рад, что мы сделали вот этот выпуск Я думаю, вывод всем понятен Есть металл хороший Есть металл не очень хороший Есть металл более разрушительный Есть металл даже в какой-то степени созидательный Когда все решает энергия Все решает тот эгрегор Все решает тот заряд Который изначально есть в группе Которая, да, группа переводит в окружающий мир Эрст, как вам сегодняшний выпуск? Вы что-то новое для себя узнали? Да, конечно Я узнал, что есть такое направление Которое меня, видимо, немножечко шокировало, видимо, в молодости Я почему-то от него отошел Оказывается, я довольно много потерял И сейчас мне предстоит много наверстать Но опять-таки я буду использовать, конечно же, ваши предложения Я буду использовать ваши определенные наработки То есть вы мне будете присылать, что мне нужно дослушать Потому что на самом деле, узнавая новую музыку Вы открываете новые идеи Вы открываете какие-то новые частички своего сознания Поэтому, в принципе, не преоберегайте музыку Каких бы жанров она ни была Но пытайтесь всегда почувствовать Есть ли в этой музыке что-то плохое Или же она несет в себе только лишь позитив Не имеет значения, какой это жанр Это может быть от классики до тяжелого металла До гэнгста-рэпа Но если вы чувствуете, что вам это дает энергию Что вам это дает силы Используйте это для себя Друзья мои, если вам понравился этот выпуск Ставьте лайк, подписывайтесь на канал И присылайте самые интересные направления Видео, музыка, писатели, художники Все, что вы хотите, чтобы мы разобрали В рамках этой самой рубрики И помните, самое главное Слава металлу Друзья, благодарю за внимание Оставайтесь с нами, оставайтесь здоровыми И увидимся в следующем выпуске Мне было бы довольно интересно пригласить Какого-нибудь талантливого, знаменитого музыканта Из стиля heavy metal, тяжелый металл И пообщаться с ним В нашем интервью И задать ему несколько вопросов Касательно эзотерики Касательно определенных направлений Эзотерической тематики Если кому интересно, пишите в комментарии Мы обязательно вас пригласим А что сказать-то? Слава сатане Мне кажется, это будет Ну, heavy metal Heavy metal, знаете, такой елочный, два пальца Ну, как бы, мизинец указательный и большой Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!